Девушки отдыхают Попрошу, пожалуйста! Это не самогон, это Ром! Кубинский, настоящий, ну почти что. Пиво ля Куба! Сам Эрнесто Чигевара такой пил! Команданте! Самогон тоже мне! Я, может быть, в честь этого Рома нашего сына назвал? В смысле, Лёшенька в честь Рома у нас? Не Лёшенька! Лёха! Потому что пьётся легко. Так, хорош бухать! Мы ещё не начали праздновать, Лёшенька не родился ещё. Я, между прочим, сейчас не по поводу Лёшеньки на день рождения. У меня, например, день в МФ идёт, так что имею право полное. Да ты хорош, ты день в МФ отмечаешь, день пограничника отмечаешь, день танкиста отмечаешь. Ну ты чё, Батя? Не, а чё, виноват, что ли, что наш танк на Кубу на пограничном корабле везли? Я чё? Ну чё? Так что, не знаю. Слушай, чё-то прям вот, вот видишь, вот, и всё. Теплота пошла, доброта пошла. Ой. Я же как-то, ну, понимаешь, выпил, добрый сразу Батя стал. Да. До вечера не дотерплю, давайте сюда. Чё это? Мы тебе обещали с мамкой, что если двоек не будет, мотоцикл получай. Мне же? Батя! Мам, спасибо. С днём рождения. Ничего себе, вот это подарок. Да. За такое дело, так как не вы меня? Я! А-а-а! Господи, да хватит уже, а! А, ну прям вот легко идёт прямо, даже слёз нет практически. А-а-а! Задолбал ты уже со своим самогоном, живём в этом тростнике, как коты камышовые. А-а-а! Чё-то прямо, чё такого-то, это, понимаешь, это разве много тростника ещё? А-а-а! Мы на Кубе там этого, там этого тростника, слушай, его там прямо полями этого тростника, да. Помню, мы сидим с Диего там, понимаешь, в этом, в полях. Бать, да ты нам уже сто раз это рассказывал, мы с мамой наизусть знаем, чё дальше будет. Я сейчас ключи заберу. Ну чё, чё, бать, чё дальше-то было? Ну-ну-ну-ну-ну. Чё там, чё там? Сидим мы, значит, с Диегос местом. Там кругом карибский кризис, а у нас 80 литров рома, у нас вообще никакого кризиса. И он мне говорит, Руси, слушай, если хочешь получить настоящий кубинский ром, возьми килограмм сахара на... И тут его кокосовым орехом бам по башке и всё. И нет рецепта, представляешь? Я с тех пор не знаю, понимаешь. Килограмм сахара, ну что, на литр, на ведро, напополам с содой, нафиг, может, не надо. Понимаешь, ну это на... Я не знаю. И я, понимаешь, но я же ищу. Я же ищу уже. Я же 20 лет ищу. Я иду по этой дорожке-то, понимаешь. Я дойду до неё. Хоть на корячках, но дойду. Иду, понимаешь, этот рецептик там. Найдёт он рецептик. Чё думаешь, ключи подарил ребёнку, всё, вся забота о сыне, да? Хоть бы поинтересовался, куда поступать собирается. А чё думать-то, чё ты думаешь? Иди в торговый флот морской, сынок, ты чё? А чё там во флоте-то? Чё во флоте? Во флоте-то же такие возможности, такая свобода. Куда хочешь, едь, понимаешь. Хочешь, понимаешь, в Австралию. Хочешь, в Америку. Хочешь, в Африку. Хочешь, на Кубу заедешь, мне саженцы привезёшь. У меня чё-то вообще никуда не вообще. Лёшенька, неважно, куда поступать. Главное, алкашом не стань, как папа. С самогоном своим. Я настаиваю. Это Ром! Во-первых. Во-вторых, он из меня человека сделал. Ты чё? Я кем был до этого Рома-то вообще? Я какой-то грузчик, по-моему, непонятно вообще. А сейчас я ботанику знаю. Химию знаю. Слесарное дело освоил. Стеклодувное дело освоил, а? Испанские, а? Эмпэбло, унидо, хамас, талявэнсидо. Не понимаю, правда, чё? Но произношение-то, а? Теорию фотосинтеза знаю. Единственное, чё, я не знаю. Вот килограмм сахара, он на чё, на ведро, на литр, на пополам соды или вообще нафиг не нужен? Так ты достал, со своим испанским достал, и со своим рогом уже достал. Я тебе серьёзно говорю. Пап, сколько? Что? Ну хватит вам уже ругать. Ну вы можете хоть на мой день рождения не ругаться. И вообще, мам, поставила бы ещё одну тарелку на стол. Чё, это кому-то? А вот. Сегодня придёт моя девушка, Маша, вот, знакомить вас буду. Да ладно. Слушай, человек новый придёт, надо амброзии свежие засыпать-то, я не знаю. Слушай, ну серьёзно, ну какая нормальная девочка, придёт знакомиться с родителями, начнёт самогон хылкать со всей силы, ну? Какая нормальная девочка, не знаю, так вообще, конечно. Нормальная не придёт, а ненормальная-то пришла. Да всё хорошо, будешь вспоминать мне это всю жизнь. Холодно было тогда. Конечно. Так, а ты, сынок, наверное, за шампанским сбегай. Ага. Ага. Я пойду схожу тогда за шампанским. Куда схожу? Чё? Там это циклетка, давай, езжай. А, чё ты? Всё, я махом, я махом. Давай, давай, давай. Помогай мне. Помогай мне. Помогай мне. Помогай, помощничек. Здрасте. Здравствуй, Алексей. А вы чё здесь? Ну как чё? По химии у тебя двойка, по ботанике двойка. Да. Родители твои ко мне не приходят. Вот я решила сама зайти к вам в гости. Ну вон идите, 58-я квартира. А я, знаете, я хотя бы раз на мотоцикле, но прокачусь. Идите. Погоди, Алексей. Добрый день. Здрасте. Давно мечтала с вами познакомиться. Надеялось, меня Алексей представит. Но он, к сожалению, куда-то убежал. Папа, вы Маша? Лучше Марии Ивановны. СМЕХ Да, действительно, вам Мария Ивановна лучше. СМЕХ СМЕХ Вопрос, он не совсем скромный, но животрепещущий такой как бы. СМЕХ Вам сколько лет? СМЕХ СМЕХ Сорок пять, а при чём здесь это? СМЕХ Господи, Лёха, Лёха. СМЕХ Ты пил, чё ты наделал-то, дурак? Вот, кстати, по этому поводу я и хотел с вами поговорить. СМЕХ Простите, а он что, вас любит? СМЕХ При чём здесь любовь? Я не знаю, может любит, может нет. Поймите, я не требую любви. Для меня важно, чтобы хотя бы уважал. СМЕХ И чтобы выполнял все мои требования. СМЕХ Доминирует ещё над нашим, понимаешь? СМЕХ Ваш Алексей, простите, в последнее время совершенно не справляется. СМЕХ Да-да, он проявляет полное безразличие и даже некоторую пассивность. СМЕХ Ты себя-то видела в зеркало? Нет? СМЕХ Конечно пассивность, а чё у него? Откуда у него активность-то возьмётся? Ты вообще, ты может дел это вот в тебе или чё, а? СМЕХ А при чём здесь я? СМЕХ Я, между прочим, не могу уделять внимание только вашему Алексею. СМЕХ У меня таких, как он, 30 человек. СМЕХ В смысле? СМЕХ Вы чё там, в фильмах снимаете, что ли? Я не понял. СМЕХ Я не понимаю, о чём вы говорите. Значит так, у меня с вашим Алексеем большая проблема. СМЕХ Подождите, я как женщина-женщина вас спрошу? Вы что, беременная? СМЕХ Ну, вообще-то, да. СМЕХ Но дело не в этом. СМЕХ Если даже не в этом дело, то вообще чё такое? Если не в этом, чё ты припёрлся? СМЕХ СМЕХ Коля, 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 выпей, выпей. СМЕХ Ты же говорила, вроде нельзя. СМЕХ Сейчас надо. СМЕХ Давай. Хоть какая-то польза от вас. СМЕХ Пап, мам, вот моя Маша. Ну, это вы уже познакомились, Мария Ивановна моя учительница. У меня действительно двойки, поэтому вот быть. СМЕХ Подожди, подожди, подожди. В смысле, это твоя Маша? СМЕХ Здрасте. Да. В смысле, ты с ней мутишь, в смысле? А не с этой 45-летней, извините, морщинистой и дважды, извините, тысячи извинений жабе, а? СМЕХ Нет? Нет, конечно, вот моя Маша. СМЕХ Здрасте. СМЕХ 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 Занимаемся, занимаемся уже 20 лет. Попробуйте напиток. СМЕХ Это что, алкоголь? СМЕХ Только в научных целях. СМЕХ 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 С развитием цифровых технологий, гопников теперь нужно называть эйтышниками. СМЕХ Ну и, короче, потом Иркаев говорит, поехали на лыжную базу, говорю, погнали. СМЕХ СМЕХ Смотри, лошара, сам пришёл. СМЕХ СМЕХ Иди сюда. СМЕХ Иди сюда. Вы мне? Слышал ли я? СМЕХ СМЕХ Ну мог и не услышать, да. СМЕХ Если бы я с другой стороны шёл, я бы к вам был правым луком. А мне здесь этик, меня из этого в армию не взяли. Я бы не услышал. СМЕХ Хорош трындеть, бабки гони. СМЕХ Я не понимаю вашего сленга. СМЕХ Мы явно из разных субкультур. СМЕХ 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 Я понял. Вы хотите произвести отъём денежных средств в составе группы по предварительному сговору. СМЕХ 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 Он давлеет над вами, да? СМЕХ 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 Вы альфа-самец? СМЕХ 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 А вы ведомый. СМЕХ 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 Это, у меня Матушка, капусту солит, придавливаривает, книжкой. Как капусту долго солит все хожу читаю. Че ты там говорил обмутил? Че там дальше? Это бизнес схема. Очень простая финансовая бизнес схема. Работает во всем мире. Будет работать и у вас. Заeveryone. Как лидеры этого коллектива. Бирите в кредит 1000 рублей и тратите ее на свои нужды. А давайте то кто будет? Од, а давайте будут два ваших поручителя. А лошары. Не бойтесь, ребята. Вас двое выберете по тысяче, но отдаете уже только 500. А 500 тратите на себя. Понимаете? Понимаете, в чем дело? 500 взяли, 500 на себя. 500% прибыли. Такая капеллизация только убила гейца. Ты интересовались? Меня, да. Погоди, погоди. А мы-то бабки где возьмем? Не отвлекаться! Извините, извините. Дайте прощаться. Объясняю вам еще раз. Вас двое... У вас тоже два поручителя. Раз. У вас тоже два поручителя. У вас снова два поручителя. И так далее, понимаете? По кругу. Этот вертолет экономического чуда унесет вас на самый верх. Где establishment и пивас. Тогда скажем по тысяче рублей. Уставной капитал. Стартап. Я тоже с вами. Ребята, это очень прибыльно. На стартап. Стартап. Стапр. На бензин для вертолета. Просто так не полетит, понимаешь? А, на бензин-то я дам. Давай. Ребятушки. Все. Угу. Что-то шняга какая-то. Предлагаю этого не брать. Да ладно, не. Я тоже участвую. Все, поздно, поздно, поздно. Все. Акционерное общество уже сложилось. По-вашему говорится, мы в домике. Все. Я две дам. А, две? Ну, хорошо, две давай. Сделал тебя пилотом вертолета, пацан. Ну что, ребята. Сейчас я быстренько в банк, делаю учредительные документы и начинаем богатеть. Сделал тебя пилотом вертолета, пацан. Как Сколково это дурацкое здесь построили. Одни умники по парку ходят. Слышь, Режим. Че? У тебя мать капусту солит? Но. Че, но, пошли. Куда? Куда, куда. Карл Маркса начитать. Пойдем. У каждой семьи наступает тот день, когда сын впервые уходит из дома праздновать Новый год. Ну, все, ну, все, ну, все, ну, не реви, ну, че ты, ну, мать, ну, все, ну, хорош, ну, не реви, ну, ну, будя, 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 ну. Ну, успокойся, ну. Как успокоиться? Сын уходит праздновать Новый год, черти куда, вдали от матери. В конце концов, ну, взрослый уже, ну, че, ну, в конце концов, Гайдар в его год уже полком командовал, че. Он полком командовал, не на ночь глядя. Непонятно где. Да че непонятно где, у Сереги мы будем, вон, рядом тут, через дорогу. Еще и через дорогу надо переходить. Так, все, раздеваться не пойдешь. Так почему? Не знаю, я буду тебе там всяким непотребством заниматься. Не будем. Вот не надо обманывать мать. Не надо обманывать мать. Мать в твоем возрасте была уже... Мать! Ты че молчишь? Иди скажи ему. Да. Я сам сначала не поверил тогда. Пока УЗИ не показали. В сентябре свадьба, в октябре ты. Все че? Пап, мам. Ну, я просто хочу отметить Новый год как-то по-новому. Ты посмотри, а. Ему с нами неинтересно. Почему? Очень неинтересно, очень интересно. В очередной раз сидеть с вами, лимонадом чокаться. Смотреть, как ты по каналам щелкаешь и спрашиваешь. Куда пропал Богдан Титамир? На следующий раз? Вот чтоб это самое мне... Че это самое тебе? Погрызайся матери еще. Мать его растила, мать его поила, мать его кормила, мать его фотографировала голеньким на ковре. Да хватит меня шантажировать, начну работать, выкуплю я у тебя это фото. Все, не могу с ним разговаривать, иди сам разговаривай с ним. Бать, ну я все равно уйду. Иди уже, а. Значит, мне придется за второй идти уже. Че вы расшавелись? У меня слуховой аппарат зашкаливает. Максим Николаевич, вот посмотрите, внук у вас уходит праздновать Новый год, черти куда! Да это, как же так? Это че ж такое? Внучок, ты че ж такое творишь? Ты че раньше не мог сказать, что комната освободится? Алло, Зинаида Тимофеевна, неожиданная оказия. Прошу пожаловать сегодня вечером ко мне в апартаменты. У меня есть бутылочка прекрасного шардоне. Жду. Шардоне, ты моя шардоне. Может быть, прокомментируйте как-нибудь папеньку своего? Че комментируете? Если батя шардоне будет, мне тогда хватит одному-то, че? Вопрос в другом, откуда у него шардоне? Так, подожди. Это че, моя бутылка шардоне, которую на корпоративе выиграла? Это че, я тазик оливье зря съела, что ли, на скорости? Это вот ваша порода крысятниковская. Люда! Порода! Вышла замуж, взяла фамилию, терпи! Мы, крысятниковые, своей фамилии, не стыдимся! Да что ты! Ма, ну а я пошел. Стоять! Че? Кто будет там? Серега Назаров. Так. Эдик Шевелев. Так. Саня Кашин. Так. Женя Анопко. Это мальчик или девочка? Мальчик. Так. Серега Петухов. Так. Лена Решетникова. Фу! Слава богу. Я думала, что-то воспитали не так. Сына. Че? Годовое масло сливочное. Ешь. Зачем? Ешь, 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 ешь. Ешь. Лена Решетникова у вас одна. А вас много. Ты должен дольше всех продержаться. Ешь, ешь. Так, все, хорош. Сына, я тебе тут сложу. С собой возьмешь. Там покушаете. Давай. Это. Мам. Да у нас есть все. Ты че? Ой. Знаю я, у вас там есть все. На все деньги алкоголя набрали. Будете там солью закусывать. Это. Ты. Да. Ну хватит уже. Ну че ты. Так, где это пойдет? Я тут буду солью закусывать. Тебе не впервой. Вот именно. А ему впервой. Ему впервой все интересно. Вот пускай там Лена у него это. Гришетникова его это. Так, держи. Ага. В общем, в уголочек забьешься, все пойдут курить, ты тихонечко сядешь и покушаешь. Мам, я если так сделаю, ты знаешь, как меня себе называть будут? У тебя с фамилией Крысятников все равно другого погоняла не будет никогда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого. А вы к кому? Это же Кутузовский проспект 17, квартира 3. Это ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Добрый вечер. Знакомьтесь, это Зиночка. Зиночка это так. Здравствуйте. Они уходят по одному. Прошу вас. Здравствуйте. Вот так сказать, моя обитель зла. Это че такое вообще? Это че такое? Ты-то иди, давай, иди, иди, иди. Бать, ну а на, реально красивее. Ленки-то решетников. Да у меня здесь и конкуренции меньше. Да и масло я уже съел. А с чего ты взялся, что у тебя конкуренции? Там меньше я не понял. Че это вы тут? В соревнования записались? Нет, я как свой булит победный забил 17 лет назад. Я все, я дисквалифицировался пожизненно. И что-то я вижу. Как легко. Все, пожалуйста. Это туда же. Ну, ну. Ну, лучше же дома, чем непонятно где с кем. Ты же сама говорила. Слушайте, меня сейчас больше дед волнует. Вот честно. Да че, ну че дед, ну че дед делал. Может он в юбилей, в столетие революции с Фаней Каплантом че-то, понимаешь? Фаней, че-то же там бабушка спит. Это да, это да. С Новым Годом вас! Начинаем новогоднее представление. Дед, ну ты даешь. Ты такую интригу сейчас завесил. А ты говорил, с нами скучно. Давай, сынок, наливай. Че, лимонад опишу? Лимонад, лимонад. На двоих не хватит, если че. А бегать уже поздно. Поехали, давайте. Ну ладно, я делаю там масло, пойдем. Плохому актеру финансирование мешает. Ну где, где ходят ваши актеры? Семочная бригада ждет его уже полчаса. Где он ходит вообще? Он бежит, поднимается уже. Бежит он, поднимается. Добрый день, простите за опоздание. Здравствуйте. Вот знакомьтесь, это Дмитрий Вячеславович, режиссер. Очень приятно. Анатолий Крупов, профессиональный исполнитель трупов. Немного юмора, чтобы обстановочку оживить. А чем это у нас воняет? А это от меня. Ну, я же готовился. Ну-с, где лежит мой герой? Труп, а не герой. Хорошо. Где лежит труп моего героя? На скамейке ложитесь. Погодите, а что, сегодня без мела работаем? Понял. То есть можно немножечко выйти за рамки, да? Да. А что у трупов, все конечности? Если, допустим, нет ноги, это будет дороже. Все конечности? Вы просто тут умерли, лежите вот здесь вот все, давайте. Просто лежит Ленин. Актер. Судьба Анастасии, сцена восьмая, дубль один. Начали. Я пошла выголивать свою собаку, а там он лежит. Ну, а звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. А, прошу прощения. Стоп! Мне бы сценарий. Не могу поймать образ. Зачем вам сценарий? Мне нужно понять, как я умер. Вас отравили. Ядом? Ядом. Отлично. Быстродействуй. Да. Курары или цианин. Да какая разница вообще? Что разница огромная. Так, я показываю, вы выбираете. Смотрим курары. Отлично, все хорошо. Давайте, курары ваши, давайте. Хорошо, хорошо, что? Эй, это был курары. Показываю цианин. Тоже самое. А, да, удалите. Курары, отлично. Все, давайте. Викторажный выбор, тоже больше доверяю курару. Все, давайте. Хлопушка. Судьба Анастасии, сцена восьмая, дубль два. Начали. И я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. Ну, а звуки какие-нибудь. Дмитрий Владиславович. Нет, стоп, стоп. А я вообще кто? Вы никто, вы труп просто. Кто вы? А меня кто-нибудь ждет? Никто вас не ждет. Вы никто вас, никто не ждет. Вы просто сдохли здесь, на этой скопете. Я все понял. Хорошо. Попушка. Судьба Анастасии, сцена восьмая, дубль три. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. Может быть, КамАЗ проезжал с бабушками? Ну, может, баяны разгружали. Один вопрос, просто один вопрос. Почему у нас в кадре труп плачет? Я никто, и меня никто не ждет. Показать смерть маленького человека, это гениально. Я говорю вам, браво. Слушайте, продолжай, продолжай. А я вам говорю, сдохни урод здесь. Я понимаю. Сдохни здесь сейчас. Простите, ради бога, простите. Уважать друг друга, давайте. Хорошо. Попушка. Курара, да? Судьба Анастасии, сцена восьмая, дубль четыре. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Стоп. Ну, может быть, КамАЗ с бабушками. Я понимаю, это не мое дело. Кто я такой, все, режиссеришка какой-то. Зачем гитара, брат? А я, вы знаете, заметил гитару, подумал, может быть, типа, моя песенка спета, и все такое. Понимаю, понимаю. Символизм, да? Да. Меньше жизни, меньше жизни, меньше. Меньше жизни, просто лежи. Я понял, простите. Кусок мяса просто лежит, и все, давай, холодец, ты холодец, все. Господи, Боже мой. Хлопушка. Судьба Анастасии, сцена восьмая, дубль пять. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. А звуки какие-нибудь вы слышали? Нет. Может быть, машина с бабушками проезжает? Поднимите мне веки. Да, но вы взбиваете, что ли? Дурак, что ли? Что такое вообще? Да ну перестаньте, какая-то такая напряженная обстановка на площадке. Хотелось разрядить, а? Поднимите мне веки. Дурак точно. Коля, оператор. Что? Мы можем снять просто крупно ноги, да? У трупа крупно. А потом восьмерочкой, да, перекроемся восьмеркой. Все, отлично, ложитесь. Снимаем только ноги. Да. Тут я свободен. Да, все. То есть я могу курить. Что? Курить в кадре ты будешь? Ну, руками, губами там. А ноги мы... Гранит. Пошел вон отсюда. Дмитрий Вячеславович, это самый дорогой труп. Ты что, он играл в фильме «Кухня в Париже. Труп курицы». Да. Да вы что? Я не знал, честно. Простите меня. Простите меня. Простите, простите. Простите. А вот сейчас пошел вон. Давай, 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 давай. Саш, давай. Давай, садись на его место, ложись. С одного дубля запишем сейчас и все. Молодой человек, как вас там? Вернитесь, пожалуйста. Опомнились? Да. Специально для вас переписали сценарий. Надо сыграть труп звукооператора. Сможете? Да уж, конечно. Значит, роль такая, очень героическая, такая, символическая. Вы снимали фильм в Арктике и замерзли прямо на рабочем месте. В глазах ужас, боль и чувство ответственности. Слушайте. Понимайтесь своим делом. Судьба Анастасии, сцена 8, дубль 5. Начали. Я пошла выгуливать свою собаку, а там он лежит. Ну, а какие-то звуки вы слышали? Нет. Ну, может, команда бабушка и глядет. Скажите, а моему трупу сколько? Нет, что ты понимаешь. У нас что здесь? На этой скамейке мир гольдом намазано, что ли? Так, перерыв 30 минут. Яйца курицу не учат, за исключением яиц с дипломами пединститута. Итак, коллеги, я собрал вас на большой перемене не случайно, а чтобы сообщить вам очень хорошую новость. К нам с лекцией о современной программе обучения детей прибыл сам, сейчас я прочитаю, известный коуч, бизнес-тренер, блогер, автор уникальной методики Connect in the School Павел Федорович Шульц. А что вы на меня смотрите, я из этого только Павел Федорович, понял. Павел Федорович, пожалуйста, пригодите. Ох, хай, пипл. О, красая туса. Я надеюсь, все зачекинились, да? Потому что мне нужны ваши фолловеры. Ваши лайки мне нужны. Хей, ребятки. Окей? Ольга Ольговна, ну переводите, вы же учитель английского. Хей, I'm really sorry, but I don't understand what he said. I'm sorry. I understand, что вы ничего не understand. Между прочим, я сейчас говорил не на английском, я говорил на языке ваших учеников. А вы их не понимаете, в этом проблема, вы не понимаете своих учеников, в этом проблема, друзья. Да, я их не понимаю, их в школу не загонишь, потому что современные дети бестолочи и кретины. Да что вы такое говорите, вы педагог с 20-летним стажем, дети всегда были такими. Согласен, дети всегда были такими, их не загонишь в школу всегда. Но не надо загонять их в школу, не в этом, понимаете, ответ на этот вопрос. Бесплатный Wi-Fi. Вот ответ. Устанавливаете бесплатный Wi-Fi в школу, все, они сами сюда придут. За час до уроков. А вы им пароль. Ответ на задачку по математике. На следующий день новый пароль, новый ответ на задачку и так далее. У вас через полгода будет математическая школа, друзья. Понимаете? Или, допустим, назови мне все реки, впадающие в Каспийское море, и тебе откроется фотография географически в купальнике. Я? Я? Ну, если только ради образования. Да прекратите вы, Мария Соколовна. Что вы как, опять как на день учителя начали, ну? Я, честно говоря, просто для примера сказал. Я просто... Да, товарищ коуч, неудачный пример. Я если бы нашу географичку увидел в купальнике, я бы забыл, как нашу планету называют. А кому интересна физкультура, кроме физрука, который подсаживает девочек на турник? Согласен, физкультура вообще отстой. Ну, согласитесь, кому интересно бегать вокруг школы, эти круги наматывать во время кросса. Но! Есть ответ. Тотализатор! Вот скажите, кто у вас самый толстый в школе? Чебыкина. Чебыкина, да. К примеру, ставлю 10 к 1, что Чебыкина останет больше, чем на два круга. Ставлю 20 к 1, что Чебыкина вообще не добежит. Что вы говорите, она очень спортивная. Она одна, 10-й Б в перетягивании каната выиграла. Видите, видите, заиграла физкультура все равно, да? А вот литература. Мы сейчас проходим Толстого, Войну и мир. Ребятам совсем не интересно. А, простите, какая у вас кличка в школе? В каком смысле? В прямом. Как дети вас называют? Мария Ивановна. Годзилла. Как? Годзилла? Ну почему? За что? Извините, это просто неудачно. Я предлагаю. Не двигайтесь. Она реагирует на двигающиеся предметы. Понюхает и уйдет. Годзилла. Извините. Понимаете, в этом проблема. Потому что вы думаете, что вы Мария Ивановна, а для детей вы Годзилла. Понимаете? Так же и Толстой. Он не Лев Николаевич Толстой должен быть для ребят. Он должен быть Лёва Борода Толстой. Хипстер, веган, панк. Позвольте им, Толстой точно не панк. А почему нет? Его же анафеме предали. Не важно вообще. Главное, что вы заговорили о Толстом. Он вам стал интереснее. В этом секрет методы, понимаете? Браво! Спасибо, спасибо, спасибо. Вопросы есть у кого-нибудь? Ну вот, а если вы молодая учительница, и дети тебя не воспринимают как учительницу. Вот эти взгляды постоянно, вот даже сейчас. Не обращайте внимания, милая. С годами это пройдет. Это да. А вот у нас вопрос по школьному театру. Что нам ставить лучше? Чайка или две сестры? Нет, ну конечно, чайка. О чем мы говорим? Две сестры надо там. Я думаю, надо делать что-то такое, что интересно, ребята. Ну, я не знаю, там, ну, Гарри Поттер, ну, Властелин колец. Ах, ну там бюджет миллионы долларов. Ну да. Да перестаньте. У нас почти все свое. Во всяком случае, орки у нас есть. Пятый Б. Это да, это да. Когда они после звонка в столовую бегут, мама, я могу дракона сыграть. Ну что, все, урок начинается. А может быть, вам показать нам вашу теорию на практике, а? О, давайте, почему нет, так сказать, практический сет. Ну, летс гоу. Давайте ваших бандерлогов сюда, давайте. Дети. Давай. Хай, привет, чувак. Как дела? О-о-о-о. Так, ребятки, давайте, внимание. Внимание, ребятки. О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это не есть гуд. Не есть гуд, ребятки, тихо. О-о-о. Что это сделал? Ты? Ты что? Э, а, дай шапок. Это, это дизайнерская вещь. Оттай, говорю, сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ставя все! Аплант. Слушаем тему урока. Лев Николаевич, Толстой. Война и мир. Друзья, пока новые технологии в образовании еще не до конца опробованы, может, будем опираться на старую проверенную советскую школу. Ну что, замолчали? Аплодируем дальше! Бетховен к концу жизни оглох, потому что его соседи изобрели перфоратор. Бетховен, 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 Людмик, one, two, three, four, Бетховен, что ты глухой, Бетховен! А? Привет! 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 Как ты меня бесишь просто! Я тоже рад тебя видеть! Прямо бесишь меня ты! Очень рад, да! Ты меня бесишь! Что? Бесишь меня, понимаешь? Вот бесишь меня ты! Вот это! Нет, нет, корова твоя не нужна! Меня моя Бетховен! Господи! Господи, ну почему я директор глухого композитора? Почему именно я? Почему я должен работать с музыкантами, у которых нет слуха? Я же не дробыш! Короче, Бетховен, нам надо это самое, надо, у нас это самое, у нас долги, у нас, у нас куча долгов, мы тебя постричь не можем, месяц, и у нас бабки кончаются, бабки кончаются, у нас... Что? Бабки? Да. Кончаются? Да! Молодец, вот, бабки кончаются. Да, кончаются. Денежки надо зарабатывать нам. Давай, напиши что-нибудь гениальное, ты же самый великий немецкий композитор. Что? Господи, ты... Я? Да. Великий немецкий массажист. Не понимаю. Докажи всем, что ты круче Баха. Давай, быстро. Что? Ты. Я? Да. Круче? Чем? Докажете? Да что? Шлёп! Шлёп! Бац! Бах! Я круче, чем Бах! Молодец, молодец, умненький мальчик. Всё, давай, нам нужно что-то написать. У нас есть заказ, понимаешь? Что? Корпоратив астрономов заказал нам одну штуку, понимаешь? Бабки будут, нам надо отработать. Не понимаю, что? Корпоратив астрономов, понимаешь? Нет, нет! Звёзды, звёзды, ну вот. Звёзды? Звёзды, да. Пляски со звёздами. Вообще-то нет, но мысль классная вообще, надо будет придумать. Да, какой-то бред, да, ага. Нет, смотри. Смотрим на звёзды. Астрономы! Да, и... Корпоратив астрономов! Вот, молодец. Заказал нам лунную сонату. Что? Лунная соната. Не понимаю. Луна, луна, ну... Луна. В 12 часов. Тёща приезжает 12-го. Как тебе лунную-то объяснить? Ну... Ну... О! Лунная походка! Вот, первое слово, первое, первое слово. Лунная! Отлично. Соната, соната, два слова, два, два, два слова. Два! Первое. Спишь. Сон! Во, сон. Сон. Второе. Маленький ребёнок у тебя. А ты ему... А-та-та! Вот, всё вместе, ну... Лунная соната-та! Хорошо, давай, лунная соната-та, а потом лишнее отстрижём. Всё, давай. Кур, давай. Сядь, рояль, ну, давай, сочиняй. Лунная соната-та! Сочиняй, сочиняй. Сейчас попробую. Сочиняй. Сочиняй, давай, 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 давай. Ну... С трудом он пойдёт. Я всё равно пьяный. Что-то одно и то же добавь что-нибудь там, ну, уже... Да вообще не в те ворота, ну... Да? Правее там. Ну, нормально. Ну, добавь что-нибудь ещё какой-нибудь там, это, ну, свежести какой-нибудь, ну, фреш, 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 фреш добавь, ну... Что, запаха не чувствуешь? Это опасно! Чума делает такое! Кутын! Так! Лиза Генриховна, очень рад вас видеть. Деньги за квартиру мне сюда. Секундочку. Лиза пришла, написала какую-то ерунду, она злится до сих пор. Деньги вы распитите! Будут деньги, через неделю у нас будут денежки, точно. Он пишет отличную гениальную музыку, через неделю будут денежки. Ты же мне голову морочишь, опять хрень какую-то придумываете. Ну, давай, давай. Разрешите вас пригласить? Это что, за дичь? Вот это музло! Вот это басы! У меня башка сейчас лопнет! Вы что делаете? Мне папа не разрешит по такую музыку танцевать. Вам 40 лет, почему вам папа не разрешит? Папа римский! А! Вы бешеные, вы просто бешеные! Вот была бы я чуть помоложе, я надела бы мини! Вот прям, чтобы вот прям вот, вот такую! По голеностопу, и пустилась бы в пляс! В тот день, этот человек подарил нам очень крутую штуку, но корпоратив астрономов подарил нам штуку не менее крутую! Вот эту! Давай! Астрономы! Я не слышу вас! Что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ После свадебной церемонии можно уже не церемониться. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие гости! В этот торжественный день сочетаются узами брака наши молодые Максим и Тамара. Эти два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас я хочу спросить вас, Максим, согласны ли вы взять в жены, любить, хранить и оберегать свою возлюбленную Тамару? АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара, согласны ли вы выйти замуж за Максима, жить долго и счастливо, и подарить Максиму прекрасных малышей? АПЛОДИСМЕНТЫ Что? А, Зая, тебя спрашивают, согласна ли ты? А? Согласна ли вы выйти замуж за Максима? Кто такая Максима? АПЛОДИСМЕНТЫ Зая, это я. Ой, какой красавчик! Замуж хочу! Сегодня в этот солнечный осенний день Максим Запихайлов и Тамара Акунько вступают в законный брак и берут общую фамилию Голицыны. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, а куда они после свадьбы? По-моему, на Мальдивы. Я была на Мальдивах, там вообще скучно. Им не будет скучно. У неё 300 кошек, они их с собой берут. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы отправляем в плавание по морю жизни корабль под названием «Любовь». И давайте дадим обещание собраться здесь через 50 лет на золотой свадьбе Максима и Тамары. Я точно буду. Но сейчас я прошу сказать родителей на пустынные слова молодым. Чтоб мои сказали, нужен сеанс спиритизма. Или хотя бы лопата. Хорошо. Слово родителям жениха. Да, спасибо. Ну я как бы за себя и за мать скажу. Она не может, она в больнице просто. Ну она реально не может говорить. Ей просто рот зашили, она четыре раза яду выпивала. Значит, сначала я был против этой свадьбы, абсолютно против, но потом, когда я поближе узнал Тамару, мне захотелось повеситься. Но благодаря друзьям и тем психотропным, которые они мне давали, я как-то стал гораздо лояльнее относиться к этой свадьбе. Я вообще ко всему стал лояльнее относиться. Я в коме просто был до вчерашнего дня. Ну и вот, рассказать, сейчас я хочу сказать, Томочка, можешь называть меня папа. Да. А жену можешь называть тоже папа. И всех родственников наших называй папа, потому что ты все равно никого не различаешь. А сейчас мне нужен этот самый укол, потому что я ее начинаю четко различать. Боже мой. Эскалап, раздорогший укол. Ох ты. Ну, сказать, давайте в этот Новый год, пускай он праздник всем принесет, так сказать, я с Днем Конституции, а я пойду лягу в багажник, мне надо. И вот, когда счастье пожелал отец жениха, в знак любви и верности, давайте запустим в небо голубей. Зая, давай ты. У тебя рука легче. Ну, все вместе на раз, два, три. Раз, два, три. Направление перепутала. Сустав просто новый, еще не разработался. Ну, ничего, не пропадать же добру. Вечером с гречи сделаем. Ну, а сейчас я приглашаю молодых скрепить ваш брак подписями. Максим. Молодая. Что? Вот здесь. Что здесь? А вот тут. Что делать? Как за пенсию, бабушка, расписывайтесь. Что вы все молчите? Этот брак не может состояться. Он не по любви, он по расчету. Она на деньги его позарилась. Максим богат. Она же его заплотнила, охмурила. Целыми днями у подъезда караулила. Такие юбки короткие надевала, что не только ноги, но и грудь было видно. Михалкова, перестань себе утяжки делать. Мы же с тобой одноклассницы. Не удержала мужика. Все, иди. На, вот, сделай смузи. В соответствии с семейным гражданским и пенсионным кодексом ваш брак зарегистрирован. Молодые, можете поздравить друг друга. Поцелуем. И лучше сделайте это наедине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а сейчас объявляется первый танец молодых. Зая, наш танец объявили. Как это? Сделай ручку красиво. Как красиво, да? Ну как будто под капельницей лежишь. А дальше тело подскажет. Стоп! Народная мудрость. Если долго смотреть на звезды не моргая, рано или поздно моргнешь. Да, Юлечка, небо у вас в деревне чудесное. В городе такого не увидишь. Вон, смотрите, в созвездии Тельца скопление звезд. Это созвездие Плеяды. По легенде, все звезды названы именами семи сестер. Алкиона, Келена, Майя, Еропа, Стиропа, Пайгета и Электро. А у меня вчера на тракторе третий клапан пробило. Масло как двануло. Все на ватник. Руки до сих пор в асли. Зевс специально превратил сестер в звезды, чтобы спрятать от охотника Ориона. Вон, пояс Ориона, три звездочки. Ватник, главное, совсем новый был. Тут масло как двануло. Все на ватник вообще. Весь в масле. Так и остался не по жрамшу. Сначала Зевс превратил сестер в маленьких голубок. Масло как двануло. Прям фонтаном палило. Я весь в масле вообще капец. Зевс был хоть и всемогущий бог. Юлечка, вам интересно? Да, интересно. А что такое ватник? Послушайте, что вы завадили про свой ватник там? Что, в лексиконе три слова, что ли? Масло клапана ватник? Клапан пробило. Масло двануло. На ватник пролило. Остался не по жрамшу. Восемь слов. Ну а что вы их гоняете-то по кругу? Туда-сюда. Надоели уже, честное слово. А чё ты меня перебиваешь, что не даёшь дорассказать? Действительно, Максим, давайте дослушаем. Ладно, вещай. Садко. Короче, клапан у меня пробило. Вау, да это экшн. Масло как двануло. Блокбастер прямо. На ватник всю пролило, вообще. Так, кульминация. Остался не по жрамшу. Вау. Походу, мне труда день не поставят. Неожиданная концовочка. Всё? Всё. Ой, смотрите, Юлечка, звезда упала. А давайте дождёмся, когда упадёт вторая, и вместе загадаем какое-нибудь желание. Новый-то ватник неизвестно, когда дадут ещё. А если опять клапан пробьёт? Масло как дванёт, опять на ватник всё польёт. Послушайте, хватит уже про ваш ватник, честное слово, надоели. Вам хватит про падающие звёзды. Никакие-то не звёзды, а метеорные потоки, остатки комет. Согласно теории Джованни Скепиарелли. А то, что ты девушке втираешь, обусловлено необходимостью перевода бессознательных желаний в символические формы. Об этом ещё Фрейд писал. Обосновывая культуру сублимации Эроса. Федя, ты капец умный. А чё ты мне всё про ватники, да про клапана? Да хрен тебя знает, чё тебя проймёт. Начал с простейшего. С клапанов. Я чё-то так и не поняла, чё такое ватник? Юлечка, понимаете, в тракторе есть движок. В движке клапана. Если клапан пробьёт, то может масло давануть. А если масло даванёт, то и ватник весь зальёшь нафиг вообще. Так и останешься, не пожрамши. Ну, продолжайте, продолжайте. А он дальше не рассказывал? Тьфу ты. Ладно, давай про свои звёзды. Хоть посплю. Чё, может пойдём самогону выпьем? Сегодня всё-таки день рождения Бродского. А чё, про Фрейда ещё расскажешь? А чё там рассказывать? Там показывать надо. В гостиницах с маленькими полотенцами сворачивают не лебедей, а кур. Алё, девушка, я вас понимаю. Да, у вас в гостинице был пожар, и третий этаж сгорел. Пока вы его тушили, затопили второй этаж. И вы не можете нам предоставить двух одноместных номеров. Да, мы согласились на двухместный. Но для двух взрослых, одиноких мужиков, двухместный — это номер с двумя односпальными кроватями, понимаете? Что значит, какая разница? Что? Есть спецномер с кроватью Кинсайз? Нормально, меняем. Всё, да, ждём ключи. Чё за спецномер там ещё? Да, это номер, видимо, с большой кроватью. Такая кровать огромная. Ляжем по краям. Я думаю, места для буферной зоны у нас будет. Так, всё, собираем вещи и перевозим. Давай. Давай. Здравствуйте. Ваш номер готовится. Я вам принесла комплимент от отеля. Шампанское. Зачем? Ну, так положено, в номер для молодожёнов. Каких молодожёнов ещё? Ну как, вы только что заказали номер для новобрачных. Совет да любовь. Подождите, девушка. Погоди. Это они чё там подумали, что мы с тобой? Да. Что мы с тобой два ковбоя с горбатой горы. Подумали они. Спецномер, кровать кинг-сайз такой. Чё ты белишь вообще? Я откуда знал-то. А ты не знаешь, так молчи вообще. Я пойду там, я разнесу сейчас. Пойдём вместе. Пошли. Так, ты только молчишь у меня в тряпочку сейчас. Ты уже наговорил тут. Сейчас работает только мой язык, ты понял? Мой язык работает сейчас. Ой. Девушка. Я ничего не слышала. Это метафора была в данном случае, это про язык. Метафора была это? Не так поняли просто. Не надо мне объяснять ваши приколы. Девушка, ну. Горько. Да подождите. Это чё происходит-то? Да всё. Мы только что собственноручно сожгли последний корабль, который мог нас увезти из этой голубой лагуны. К гетеросексуальному берегу. Всё. Ваш номер готов. Вы вещи будете сами перевозить? Девушка, девушка, мы вам сейчас всё объясним. Девушка, мы... Поймите, мы не молодожёны. Это ошибка. Не молодожёны мы. А, не молодожёны. Нет, не совсем. Нет, 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 нет. То есть давно живёте, да? Да нет, девушка, поймите. Да нет, девушка, поймите. Мы не бустовые. Ну, девушка, ну. Не надо мне ничего не объяснить. Да, девушка, ну. А-а-а! Я хотела спросить, вы завтрак будете заказывать сейчас или утром? Я сейчас. Пожалуйста, кофе, яичницу и двух яиц. Я завтра. Ещё неизвестно, чего я захочу утром. Может, я проснусь совсем другим человеком. Мама. Девушка, да он шутит, вы что? Чё за шутки-то дурацкие? Да ну чё, ну, ситуация вообще как-то ржачная, хоть поржать, я не знаю. А чё ты паришься, завтра переедем из этой гостиницы в другую, и всё, и всё. Это тебе не Питер, не Москва. Это Камышлов. И то, что у нас сейчас думают только и в этой гостинице, завтра будет раздумать весь Камышлов. А мне ещё здесь месяц котёл в котельной монтировать. Ну. Ну извини, чё, ну. Извини. Ну раз ситуацию всё равно не исправить, может... Я не понял, ты о чём сейчас? Да я выпить имел в уйду, ты чё Are you? Выпить, выпить, ты чё, ну чё бутылкой всё равно на халяву. Ну да. А завтра утром я вот с таким выхлопом в восемь утра появлюсь на совещании у мэра по вопросу котельной. Он-то мне в лицо назовёт, тем, кем нас считают в этой гостинице. Ну, чё, я не знаю-то. Давай хоть познакомимся, что ли, Вася. Евгений Петрович Вислоухов, инженер теплосетей. Евгений, это в смысле Женя? Ну да. Тьфу ты. Чё случилось-то? Да мне цыганка на выпускном вечере нагадала, понимаешь, что Женя мне всю жизнь испоганит. Да хорош ты, чё. Я после этого не с одной, у меня такие Жени были, вообще я не с одной, понимаешь. А Женя, это оказывается, Евгений Петрович Вислоухов. Тьфу ты, господи. Да ладно, прости, ладно, всё. Давай располагаться тут будем спать. Ты чё, с плюшевым медведем спишь, да? Да ладно. Может нет дыма-то без огня, а, может? Да ну хорош, вот. Дочке купил на вокзале. Да тысячу рублей, смотри, какой классный. Да ладно, тысячу? Дёшево. Слушай, продай мне, а. Ну ты чё купишь, тут беседуешь болтаться. А когда я куплю, то мне котельную... Ну продай, ну чё ты. Я даже не сомневался, что вы именно в эту секунду зайдёте сейчас. Чё ещё-то? Там электрик пришёл, торшир хочет посмотреть, можно? Ну пусть заходит, чё. Ещё нужно бельё поменять и полотенце. Ну меняйте чё, расстаёмся всё равно. Так, я не понял, это чё происходит? Извините, просто все наши на вас так посмотреть хотели. А чё без попкорна? С попкорном веселее, давай, усаживайтесь поудобнее. Сладкий в камышлове, смотрим фильму, давай. Вы про что? Вы же в наш город котёл приехали ремонтировать. Да. Ну вот, мы пришли посмотреть на героев, которые в наш город тепло дадут. Вот, вот, это вот, Евгений Петрович, да. То есть наша ориентация вас не интересует? Да пофиг нам на вашу ориентацию, вы нам воду горячую дайте в оба крана. А вот если через неделю не дадите, мы с девчонками и поговорим про вашу ориентацию. Верно? А, ну давай. Клара Цеткин и Роза Люксембург Единственные немецкие женщины, придумавшие русский праздник. Роза. Да, Клара. Знаешь, о чём я сейчас думаю? Конечно, знаю, Клара. Нет, я не о пицце. Не о пицце? Нет. Ты думаешь, не о пицце? Я заинтригован. О чём ты думаешь, Клара? Я вот думаю, что бы такое нам придумать, чтобы наши имена всем мужчинам врезались в память. Кларочка, дорогая моя, чтобы всем мужчинам наши имена врезались в память, нас должны звать Снежанна и Анжелика. Да нет, Роза, я не о пицце. Да нет, Роза, я не об этом. Понимаешь, давай придумаем праздник, чтобы женщины ничего не делали, а мужики им цветы несли. Похороны? Клара. Да ну нет, Роза. Понимаешь, праздник, чтобы отдохнуть. Вот утром встала, и тебе даже еду готовить не надо. Наоборот, еду тебе приносят. Я в тюрьму больше не сяду, Клара. Господи, да просто праздник для женщин. Праздник для женщин? Да. Хм, интересно. И что мы будем делать в этот праздник? Ничего. Ничего? Слушай, так прямо заманчиво, заманчиво. Мне так иногда хочется, так минутку-другую ничего не поделать. Минутку? Час. Час? Клара, ты сумасшедшая. Ты бунтарка, Клара. Ты что, крейзи? Час? Ничего не... Да, международный женский час. Ну вот так, допустим, в два легла, в четыре встала. И вот этот час с четырех до пяти можно ничего не делать. Боже мой, делать час, ничего не делать. А что, можно не делать? Да что хочешь. Все, что хочу? Ну, если то, что хочу, тогда ты придется мужа будить. Часа не хватит, его пока добудешься. Ну да, твоего пока добудешься. Забыли? Забыли, забыли, забыли. Черт, час! Два часа! Два часа! Два часа! Ты сумасшедшая, Клара! Ты обгоняешься вовремя! Ты бомбическая, Клара! Интересно, а как к этому мужчины отнесутся? Сейчас узнаем. Позовем соседа нашего. Господин Маркс! Карл! Карл, идите сюда! Карл, вам не надоело дудеть на вашей дудке? Это не дудка, это кларнет. Он помогает мне думать о капитале. Ох, боже мой, вы придумываете фундаментальный труд, а товар на денежных отношениях? Что за чушь? Я думаю, как бы мне жениться на старой, но богатой немке. Мы такое придумали? Вот как вы отнесетесь к тому, что мы с Кларой два часа ничего не будем делать? Замечательно. Обычно вы двенадцать часов ничего не делаете. А тут всего лишь два. Великолепно! Кам! Вот это Адамова племя. Ох, мужики, ну сейчас я им задам. Значит так, Роза, ничего не делать мы будем не два часа. Три? Нет. Четыре? День! Международный женский день. Да, я только что была в коме, мне там сказали правильно, Клара, правильно. Ну вот отлично, ничего не делать, будет этакий ежегодный женский шаббат. И ничего не будем делать, а мужики нам будут еще и подарки дарить. Да не, ну они не станут, они не поведутся, они законят, Клара. Точно, ну давай узнаем. Карл, Карл, идите сюда, Карл, быстро. Да Карлуша, хватит дудеть на вашей дубке. Дайте сюда. Что такое? Что такое? Что? Говорите. Да подождите вы со своими идеями. Я вот придумал такую же штуку. Если все получится, как я задумал, то не будет ни богатых, ни бедных. Карл, вы с ума сошли? Вы изобрели водородную бомбу? Хренька это. Это что это у вас такое? Это кораллы. Кораллы? Кораллы? Карамба, это кораллы. Не отвлекайтесь, Клара. Не отвлекайтесь. Ну, Клара! Ну не отвлекайтесь, ну что там дальше, ну что? Когда мы будем вот это вот праздновать, то вот это вот, что мы придумываем? Когда? Когда? Какое сегодня число? 18 февраля. 8 марта. Логично. Логично. Записывай, пока меня прет. Я запомнил. Значит так, нам мужики будут подарки дарить за то, что мы ничего не делаем. А если мужик подарок не подарил, на него можно будет обидеться вот так. Обидеться? Он тебе по плечу будет. А ты раз так можешь и плечом в руку скинуть. Он тебе спросит, что случилось? А ты ему... Ничего. Попробуй, попробуй. Попробуй, попробуй. Давай, попробуй, давай. Попробуй, попробуй. Ммм. Ммм. Че случилось? Ничего. А-а-а! Это ты бесишь тебя. Представляешь, как мужикам, а? Борода. Быстро сюда. Дамы, вы не видели мой кларнет? Да нет тут вашей дудки. Клара, ну... Боже, Карл. Клара, ну он... Он же был где-то здесь. Где же мой кларнет? Клара? Это же вы украли... Карла... Да ну его задолбал с этой дудкой. Клара? Да что еще? Где ваши кораллы? Вот революционная падла! Вот так вот Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Подождите, а... А как же роза? А роза... Худар? И вот кто сколько там украл, мы никогда не знаем. А где мой кларнет? А где мой кларнет? Пицца, Клара! А давайте без пиццы! Клара! Ну сколько можно? Это пицца-пицца! Клара! А? После этого не psyche с, как у крошей л Nach...